Хочешь получить MacBook Pro? Тогда переходи по ссылке в описании и подписывайся на канал Люди Дела. Когда на канале будет 100 тысяч подписчиков, среди них будет разыгран MacBook Pro. А также, каждый выпуск разыгрывается много крутых призов. Это канал о том, как воплотить свои мечты в жизнь. В нем будет рассказано, как стать популярным, как воспитать себе лидера, как занимаясь любимым делом добиться успеха. Подписывайся, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем нашу эпопею выбора автомобиля за 500 тысяч рублей. И как мы успели убедиться в прошлых сериях, ни одна машина из тех, которые мы смотрим, не может просто взять и поехать. Возникла мысль, а что если накопить 150 или 200 тысяч рублей и взять Range Rover Sport, который будет гораздо свежее по году и гораздо лучше по качеству. Данная машина у нас 2008 года и ее ценовой сегмент от 700 до 1 миллиона 250 тысяч рублей. Самое основное, что ты должен знать, во-первых, что она не едет. У нее 9,2 в стойке. Это, в принципе, секунды, которые она показывала, когда был автомобиль новым. Она же турбирована, а как она может ехать 9,2 в стойке? Зато у нее маленький расход топлива по трассе, это от 7 литров, по городу 15-16. 272 лошадиные силы, как-то... Которые уходят в никуда. Вообще, абсолютно. Основное, что нужно оценить на этом моторе, это состояние его по подтекам масла. Все сальники, все прокладки, их обычно очень дорого менять. Дизель вообще, в принципе, достаточно сложный мотор. Чем? Его мало кто умеет грамотно ремонтировать, и в нем все колоссально дорого стоит. Когда ты в этой машине, ты сразу весишь килограмм на 40 больше. Вот определенно просто. У тебя сразу, знаешь, пузо до руля должно доставать, и вот ты... Вот смотри, видишь, руль внизу протерт именно по этой причине. Ты здесь получаешь сразу качественную музыку, кожаную отделку. Ты сидишь высоко, и плюс это настоящий рамный внедорожник. Ты это почувствуешь, как только ты съедешь с асфальта. Рама у нас полностью отделяется от кузова, и мы, в принципе, можем снять целиком всю тележку. Любые работы по обслуживанию мотора, по обслуживанию коробки сопровождаются снятием полностью рамы. Роскошная зона у нас сзади, посмотри. Ты полностью наслаждаешься всей мультимедиа-системой автомобилей с задних сидений. Подогрев сидений, воздуховоды свои. Ты действительно чувствуешь, что автомобиль премиум-класса. Уже ближе к С-классу, наверное, во внедорожном кузове. Здесь очень много бардачков. Смотри, раз, два. Здесь полочка, здесь полочка. Это холодильник. Смотри, да, у нас тут даже уже энергетика стоят. Такая прохладная они вообще. Да. Машина делалась на такого здорового, мощного, тяжелого человека, который всем этим будет пользоваться. Массивная панель, рычаг у нас. Вот эти вот все штуки. Здесь действительно премиум-бренд, в котором действительно есть премиум-фишки, за которые хочется платить. Именно она, а не Infinity, максимально достойна сравнения с Porsche Cayenne. Потому что именно здесь есть у нас пневмоподвеска. Именно здесь мы имеем некоторые внедорожные способности машины, которые в Cayenne тоже есть. И при этом она более проходима за счет того, что у нее настоящая рама. У Cayenne она интегрированная, и по сути ее нету по факту. А здесь именно так, как и должно быть на машине приспособленной под внедорожную езду. Я просто отпустил тормоз, а она поехала так уверенно, как будто бы я нажал газ. Видимо, очень мощный двигатель и очень мощная коробка. Я сейчас начал поворачивать, и я тебе могу сказать, что машина не кренится вообще. Слушай, да, она нормально идет, я тебе скажу. Ну, видишь, дальше нет. А дальше все, да, согласен. Я нажал газ, она пошла, я обрадовался, и тут меня жало разочарование, потому что дальше она ехать. И тут все кончилось. Но смотри, как мы высоко сидим. Мы сидим очень высоко. Да, на уровне водителей Газели. Она действительно вяленько едет, но при этом на ней очень-очень комфортно перестраиваться. Ну вот, я сейчас нажал газ в пол, и она соображала секунды 4 перед тем, как начать ехать. Ощущение, что ты действительно на нем стену можешь протаранить и стену снести. Эта машина не для гонок. Тяжело управлять, тяжело маневрировать. Она хорошо тормозит, у нее, кстати, очень хорошие тормоза, прям для такого огромного рамного грузовика, можно сказать, она останавливается очень быстро. При этом плохо разгоняется и плохо рулится, соответственно, пытаться на ней куда-то успеть нет смысла. Хочется немного ввалить, но вот она в самом низу, да, пошла, и тут, и все, и она перестала ехать. Огромное количество кнопок, я здесь вижу, в которых интуитивно сложно разобраться вот так вот сходу. Плюс у тебя еще центральная консоль, на которой там у тебя тоже куча информации. Расход 16 литров, при том, что мы пытаемся вваливать периодически. Но у нас это не получается, стоит отметить. Мы ездим на ней уже полчаса, я ни разу не смог разогнаться до сотки за это время. Вот вообще, по идее, да, мы же можем здесь заехать. Все, машина пошла, то есть она может сделать все, что угодно. У нас там пробка стоит, а мы заехали на парковку уже, в этот момент нам не надо делать целый круг, вы понимаете? Да, и при том, ты смотри, такие упражнения для нее не противопоказаны. Это как будто лежачий полицейский проехал. То есть у нее из-за этого даже не портится подвеска, ты хочешь сказать? На этой тачке можно просто забить про разметку, ты просто подъезжаешь, берешь, переезжаешь и едешь дальше. Интересно, а под прямым мы проедем или нет? Так, ну мне прям немного страшно, но Кирилл разрешил, соответственно, делаем. Она не сядет, ты уверен? Да, 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 плавненько опускаем. Ух ты, у меня прям такое ощущение, коленки реально прям к себе аж захотелось поджать. Смотри, мы просто едем к гелику. Смотри, мы сейчас к нему подъедем, если он ездит рулем, то мы заглянем и скажем, ну что, сразимся, мужик? Подводя итог, хочется сказать, что это прекрасная машина, она меня впечатлила просто колоссально. Но при этом она будет иметь огромные расходы, несмотря на то, что она и стоит дороже изначально. Попадать на налог нужно только на машине, которая доставит тебе удовольствие от вождения. Ну как иначе, платишь 40 тысяч, и машина не едет. Она тяжелая, она может переехать в поребрик, который мы только что тут тестировали. Но зачем? В общем, друзья, все, я буду думать дальше, мы будем смотреть еще автомобили, потому что на этом еще не все. Спасибо Ярославу, что продолжает мне помогать в выборе машин. Всем пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok